давайте мы продолжим я честно говоря не уверен что все что я хотел сказать у нас получится сегодня проговорить но но торопиться не буду давайте мы пройдем все но так плотно да и вот вначале мы заявили что тема нашего семинара это бог в котором мы 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 верим и вот в первой части виктор он рассказал раскрыл одну из тем что бог он хочет открываться для своего творения и изначально в адамском саду что мы видим что бог он общался с адамом это было живое прямое общение человека с богом как мы знаем определенные события эти отношения нарушили но бог он всегда на протяжении всех времен он хотел и открывается для своего человека и мы в принципе имеем познание о боге но если мы посмотрим разных личностей даже вот взять всех нас и задать каждому определенные какие-то вопросы то возможно получится что наши представления о боге немного отличаются они разнятся если взять деноминационные различия то они еще больше проявляются и этот момент присутствие но по сути есть некое такое откровение бога о себе которое мы можем видеть и которое мы можем понимать и поэтому в принципе мы должны понимать в какого бога мы верим а того в какого бога мы верим будет зависит в какого человека мы будем преображаться потому что как мы говорили мы сотворены по образу бога в его подобие мы должны обратиться уподобиться подобие это слово уподобиться и уподобляться мы будем в того к такого бога в которого мы верим вот как мы себе бога представляем как мы его понимаем так мы будем его уподобляться так мы будем его уподобляться в принципе наши отношения с ним будут строиться тоже на основании того как мы его понимаем потому что но у всех понимание разные примеру простой обычный пример тот кто верит в бога судью в большей степени он будет больше пребывать в страхе такое состояние боязнь сделать что-то не так тот кто верит что бог это только есть любовь он можно делать все что хочу бог простит он любит гулять и это формирует нашу жизнь и нам необходимо друзья иметь правильные понимание бога и когда мы говорим о понимании бога в наших жизнях вообще так небольшую ремарку эту часть этого предмета мы проходим когда готовимся к водному погружению но вот алиса проходила она должна помнить свойства бога или атрибута бога мы проходим ну так бегло кратенько мы мы об этом говорим но вот сейчас мы более углубленно по этому вопросу поговорим в принципе это уже такая более серьезная как говорится часть которая в богословии называется систематическое богословие это же вопрос систематического богословия учение о боге вот этот уровень о котором мы сегодня с вами поговорим конечно не в такой степени но я думаю это то что должно будет в нас заложить твердое хорошее основание понимание и познание бога в которого мы верим и когда мы говорим о понимании бога то в принципе есть несколько уровней его понимания первый уровень понимания это такой ну бытовой или практически более уровень о котором мы говорим и как я говорил некоторые люди могут бога видеть такого надзирателя за порядком что бог вот он смотрит чтобы человечество двигалось в правильном направлении и он регулирует и в случае чего он там палочкой своей такой где-то под нас подравнивает подправляет чтоб мы не за вне были такими заблудшими овцы овцами и есть второе понимание такое другая из крайности там добрый дедушка который все простит все 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 покроет и все будет хорошо но эти вот скажем так не совсем правильные представления они как я уже сказал формирует нашу жизнь и формирует как нашу духовную жизнь так и в принципе жизнь в целом и нам надо иметь правильное представление о боге мы от нашего представления о боге будет зависеть наша жизнь и что можно сказать что вот сейчас в принципе когда уже сформировано какое-то богословие есть уже сформировано мы не так это ощущаем хотя если мы коснемся этого глубже то проблемы и сейчас присутствуют потому что мы будем когда говорить о свойствах бога то есть богословие например богословие процесса которая говорит что бог развивается вместе с обществом что но что бог не постоянен он идет развивается эволюция развивается бог вместе вместе с эволюцией как бы есть теория которая говорит что давая человеку свободу выбора бог вы что его план не статичен а он в процессе того что человек натворит он это все исправляет тем самым подводя к тому что он хочет ну это опять таки я не вижу подтверждение этого в писании а если мы посмотрим раннюю как говорится ранний период формирования вообще доктрины богословия то даже возьмем мучение о троице сколько вокруг троице было вопросов потому что люди не понимали бога какой бог говорили и шоу он был только человек одни из заключений другие говорили что это был вообще фантом у него не было плоти и как бы для нас это кажется такое дела давно минувших лет но я вам хочу сказать если копнуть то я не уверен что троицу мы понимаем где то все ну правильно вопрос вопрос того что даже сейчас мы видим вот такие есть как заблуждение те же мормоны там свидетели и говы опять же читают ту же самую библию но у них понимание бога отличается отличается от того что представляет нам священное писание и нам важно понимать задавайте такие вопросы насколько бог он вообще связан с творением насколько он удален от творения насколько он приближен к творению как он участвует в природе как он участвует в жизни своего творения это все те вопросы которые мы должны себе задавать и важно опять же как я уже сказал что понимать статичен ли бог в развитии своего плана или он развивается вместе с вами с нами это все то что мы о чем сегодня с вами попытаемся говорить и вообще когда мы подходим к вопросу рассмотрения бога то тут опять таки есть несколько крайностей потому что первая крайность что мы пытаемся бога рассмотреть вот мы имеем нам нам дана библия и мы говорим вот мы вот у нас есть возможность понять бога и мы начинаем на основании библии выделять какие-то такие фундаментальные концепции и как бы мы просчитываем бога мы пытаемся вот он ты нам показал про себя что-то и мы вот выстраиваем вот эту линию но при все но тут когда мы говорим о боге в которого мы верим то мы должны понимать что у нас как у людей ограниченное знание о боге он то что он нам открыл но это не раскрывает всю его природу не раскрывает его полноту и вопрос того что мы это дает нам возможность того что нам всегда надо двигаться расти в познании бога потому что он ну для нас мы не познаем его никогда ну будучи при жизни я думаю что мы будучи там наверное хотя не знаю если если ну писание пишет что мы станем подобно еще если взять то что витя нам сказал но по любому мы творение останемся да я думаю что в любом случае мы не сможем во всей полноте даже там его познать но но где так приблизимся к пониманию то сейчас же у нас должно быть по любому быть понятие что наше откровение у боги оно ограничено и это формирует наше почему я об этом говорю если мы имеем такое понимание это формирует наше благоговение пред ним мы понимаем что мы не можем мы нуждаемся в его откровении мы нуждаемся в том чтобы он нам больше открывался и поэтому мы будем к нему относиться должным образом если же мы думаем что все я прочитал много книжек я понимаю сформировал картинку это все это уже опасное дело но друзья я записался что исследование божьей природы должно быть средством более точное понимание его и более тесного личного общения с ним вот нам надо общение нам надо с ним общение нам надо его познания и конечно же надо размышлять о характере его образа хорошо друзья когда мы с вами говорим о его свойствах или о его характере богослово называют о его атрибутах то мы имея ввиду качества которые составляющие то что бог сам по себе представляет вот это те качества что что он с тобой представляет и именно вот в этих качествах бога раскрывается его действительная природа и мы не имеем его дела мы не имеем ввиду такие вот дела как творение как водительство там или что-то другое нет мы говорим именно о его природе кем он является потому что опять же заявленная тема бог в котором мы верим кем он является кто он такой и свойства бога это качество его божества и тут нам опять таки важно понимать что эти качества не стоит путать с его какими-то некими особенностями потому что опять таки если мы коснемся вопроса триединства бога то мы видим что у каждой ипостаси есть какие-то особенности при всем при этом когда мы говорим о троице мы говорим что каждая ипостась троице она наделена чем алиса помнишь не помнишь полнотой божественных атрибутов они имеют каждая ипостась она имеет полноту всей природы божьей полноту всех божественных атрибутов но у них есть разные функции ипостаси в каком-то конкретном смысле они в каком-то конкретном варианте они по-разному выражаются и это присутствует но смотрите свойство бога это константа это неизменное то что есть в боге неизменная часть и они не могут быть получены опять же добавлены вот хотя присутствует я же говорю богословие что которое говорит что бог он развивается с человечеством и это говорит что у него какие-то качества добавляются к нему я не вижу этого в писании думаю вы со мной согласитесь мы сейчас это рассмотрим более подробно это его внутренние характеристики это то что присуще ему самому и опять-таки важно понимать что все это мы получаем через фильтр нашего восприятия но его свойства не могут быть проекцией вот этого нашего человеческого представления хорошо когда мы говорим о боге мы можем сказать что мы не знаем вот исчерпывающая количество исчерпывающую информацию его качестве характеристик а знаем только в той мере в которой он нам ее раскрыл и когда мы говорим вот вообще о раскрытии бога человеку то есть два вида откровения это общее откровение и есть особенное откровение особое откровение вот общее откровение то что открыто всем людям вот бог открыл себя в мироздании и вы помните да что в новом завете написано что оно видимо для людей всех и безответно но это общее откровение но есть частное откровение или особое откровение которое было явлено в богов воплощении которое было явлено в в том что мы видим в священном писании то что бог открывал определенным людям о себе и вот то что мы с вами можем читать на страницах это это его самораскрытие и это самораскрытие оно действительно соответствует стопроцентной его природе потому что мы с вами заявляем что откровение бога записано это богодыхновенное писание авторитетное на которое мы опираемся и если мы говорим о существовании и даже не о существовании если мы говорим о классификации вот этих свойств бога то тут опять таки палитра очень большая люди по-разному их называют там естественные неестественные нравственные в общем ну очень много много этой классификации но мы с вами будем изберем для себя такую тему как естественные и нравственные вот свойства для меня оно как бы проще я читая книгу Милларда Эриксона по этому поводу я с ним согласен он такой нейтральный такой достаточно здравый богослов поэтому я просто взял для себя такую вот систему о которой он говорит и когда мы говорим о боге то мы можем вот понимая естественные нравственные свойства поделить их на две такие группы вот Алиса ты помнишь какие две группы не помню что я думал ты мне помощник будешь а ты забыла ну хорошо свойства величия и свойства благости такие вот две большие категории мы говоря о свойствах бога свойства его величия и свойства благости свойства его величия показывают нам о том какой вот бог великий самом понятие говорит за себя и первым свойством величия бога это является что его духовность бог есть дух то есть он не состоит из материи и не обладает физической природы и я буду цитировать во много текстов потому что чтобы опираться на священное описание и вот наиболее четко это показано словами ишуа в евангелии это она 4 глава 24 стих бог есть дух и поклоняющийся ему должен поклоняться в духе и истине и что это говорит это подразумевает также в некоторых ссылках в разных ссылках текста что бог он не видим в принципе хотя мы по этому поводу поговорим потому что богоявление бог пришел воплоти в образе ишуа мы видим явление бога в ангелах да аврааму бог являлся в ангелах и иоанна 1 глава 18 стих тоже очень четко говорит что бога не видел никто никогда единородный сын сущий внедрю чем он явил и что нам дает понимание его духовности вот как вы думаете вот что что для нас давайте пообщаемся больше а то вы уснете от этот вот как 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 вы понимаете что вот нам дает понимание духовность вот что что бог дух ну дух дай дух что нам дает понимание его духовность понимание она и рема до совершенно вес я всегда говорил что ты богослов это ты вот молодец совершенно верно бог это говорит о неограниченности бога бог не ограничен физическим телом он не ограничен он вообще ничем не ограничен он не ограничен географическим пространством он не ограничен но вообще никаким местом пребывания он дух он дух это важный момент конечно опять таки мы видим в священном писании много мест которые оказывают что у бога есть как бы физические части тела руки ноги и как этому всему относиться ну мы должны понимать что это антропомерфические высказывания это вот когда бога пытаются выразить человек через человеческие чувства через но через человеческие образы вот примерно так опять же то что я говорил что мы видим что в танахе бог являлся как бы физическом облике но опять таки когда вспомнить историю когда явились два три ангела авраам и он он говорит к богу но явление кого было в начале помните эту историю явили явились три ангела но 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 до выявились аврааму но но авраам говорит что и но владыка но но явление было в ангелах просто он понимает что это бог как поэтому образ который видимый авраам это не был образ видимого бога который он увидел да да он про у него было понимание но образ сам был это не это не образ бога видимый потому что написано что бога никто никогда не видел и опять же то что мы сказали это антропомерфические и какие-то моменты и какие-то моменты опять-таки определенные бога явления которые он допускал сам даже вот история когда маша кажется да он видел его издали до маша да он сзади да да это да да но это было бога явление которое бог допустил и и которое опять-таки не показывает и не ограничивает бога каким-то физическим проявлением я скажу вам что в библейские времена учения вот этой духовности она была вообще очень важно и ну сейчас для нас это как бы в принципе понятно да да и риме так вот если мы вернемся к вопросу духовности бога то нам в данный момент как бы это понятно мы такие подкованные все но вообще сама эта концепция эта идея она идет таким прямым противопоставлением идолопоклонству потому что если мы посмотрим то во все времена бога пытались как-то нарисовать облечь какое-то физическое проявление но бог который есть дух с ним этого сделать нельзя хотя мы помним что израиль решил это все-таки сделать извояв золотого тельца они сказали в принципе это бог которому мы верим они не придумали нового бога но придали ему какую-то вот такую вот физическую форму как они себе это представляли этому есть какое-то объяснение я думаю это связано с египтом скорее не хочу выдумывать но понимаю что идет откуда-то стоит с той стороны это все да смотрите также факт что вот бог он дух и он не ограничен никаким географическим местопребыванием он опровергает такую вот идею возможности сдерживания бога потому что я скажу что вот мормоны утверждают что физическое тело не только у бога сына есть они утверждают что у бога отца тоже есть физическое тело это их не а доктрина такая они говорят что них не физическое тело только есть у духа вернее физического тело нет только у духа святого и по их нему мнению вот мормонов нематериального тела не может быть но опять таки это противоречит учению о духовности нашего бога и поэтому мы можем сделать вывод что понимание нами что бог есть дух что бог есть духовность это действительно свойство его величия говорящие что бог он не ограничен что бог не не скован неге не ограничен неге не в пространстве ни в чем это вот то что мы должны понимать с вами хорошо давайте пойдем тогда дальше и следующее его свойство это то что бог является личностью личностность бога и не вообще мы говорим это свойство величия первый подпункт это духовность второй подпункт это личность и мы можем подумать что на первый взгляд принципе ну духовность предполагает существование личности или индивидуальности но это не так вот я вам скажу что в 19 веке был такой интересный философ гегель может вы слышали о таком да и вот он очень оказал такое серьезное влияние на богословие такие девятнадцатого века почему потому что он верил в такой в некий абсолют и вот между прочим все эти ли и говы я думаю они в какой-то степени где-то его философию там коснулись и вот этот вот гегель он высказывал дело такое высказывание что реально с целым это великий мыслящий дух и все что большинству людей кажется конечными предметами или лицами перед собой представляет собой лишь мысли в духе абсолюта но у этого существования самосознания его нельзя связать ни с какой личностью вот такое представление и и почему я говорю что свидетели и говы связывают хотя они говорят что мы и гола ну как бы они верят в и голов но в ихнем понимании они же хотят достичь такого идиллии идиллии в мире идиллии вот какое у них представление что все должно быть хорошо на земле да будет картинки вы видели бог лев с ягненком все должно быть хорошо при этом у них нет бога и шуа как такового бога явленного в воплощении на которого равняться у них некая абстрактно они хоть и говорят бог егова но это такое как бы вот невидимая часть я думаю это вот как где-то веяние вот этого вот философии на них повлияло немножко но библейский взгляд на личность бога совершенно другой бог является личностью и причем эта личность самосознанием волей причем личность аспособствовать чувствовать выбирать поддерживать взаимоотношения с другими личностями и существами и личностный характер бога священное писание она показывает нам разными способами и самый главный способ это то что бога есть имя да вот имя это у личности всегда есть имя у него есть имя которое он дал себе и через которое он раскрывает нам себя и когда маша помните историю когда маша вы выразил растерянность по поводу того как как ему ответить израильтянам помните эту историю когда ему надо было идти когда бог его призывал на служение он грил когда они меня спросят кто меня послал бог ему сказал я есть сущий помните это да этот момент наверное хорошо это исход 3 глава 14 стих и что бог сделал тем самым тем самым он показал себя он показал что он некая не какое-то там абстрактное не поздно не опознанное существо или там какая-то безликая сила интересным моментом также является то что когда мы говорим о боге его имя используется не просто для обозначения или описание его но для того чтобы мы могли обращаться это тоже очень важный момент и в бытие мы видим уже книги бытия в начале 4 глава у сифа родился сын 26 стих у сифа также родился сын и он нарек ему имя и нос тогда начали призывать имя господа имя бога дано чтобы человек мог его призвать чтобы человек мог к нему обратиться люди начинать начали призывать имя господа бития 12 12 глава 8 стих оттуда двинулся он горе на восток от вифили и поставил шатер свой так что от него вифиль был на запад а гай на восток и создал там жертвенник господу и призвал имя господа авраам построил жертвенник и имя господа призвал опять же в салмах там хвалитесь именем господа ну и то что мы читаем с вами в десяти слове его имя нельзя при произносить без должного на то основание смотрите важным моментом сейчас секундочку вот хардель так почему вот так важен характерный вот этот личностный аспект имени бога почему вот важно его имя важно его личность потому что это придает уважение да с ими и с именем принципе связано уважение вот личность которая имеет имя но это уважительно да потому что когда мы говорим человеку эй это говорит что мы к нему относимся как эй а когда мы обращаемся по имени то это опять же вы выказываем таким образом уважение и как мы понимаем что слова вот эти имена бога которые были открыты нам священном писании они не просто нам так были открыты потому что и в еврействе мы знаем что имена это не просто ярлыки а именам всегда придавались какие-то серьезные серьезные значения и людей называли определенными именами не просто потому что эти имена им нравились а потому что в это вкладывался какой-то определенный смысл и конкретные имена бога они указывают на личностную сторону его сущности и они показывают его взаимоотношения с людьми в первую очередь и давайте мы с вами вот вспомним сколько имен бога мы с вами священном писании